Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 407. Вы сказали, Псалом 3, 8 глава. «Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поражаешь вланиту всех врагов моих, Сокрушаешь зубы нечестивых! Но у нас у всех болят зубы, и у детей наших. Что же, и они нечестивые?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Конечно, и даже более нечестивые, чем их родители. Плевелы дозревают к жатве. Не закармливайте детей сладостями. Они растут с гнилыми зубами и похотливы. Как говорил Достоевский, кавычки открываются, Десятилетние и уже развратные. Десятилетние и уже развратные, кавычки закрываются. Зубы здоровья организма. Книга-притч, 30 глава, 14 стих. «Есть рот, у которого зубы мечи, и челюсти ножи, Чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми». Сирахова, 19 глава, 27 стих. «Одежда и осклобление зубов и походка человека показывают свойства его. Много смеются, оскаляются, и это тоже в строку. Такие люди чаще болеют зубами. Поменьше смотреть кинокомедии, не высмеивать друг друга». Сирахова, 21 глава, 23 стих. «Глупый в смехе возвышает голос свой, А муж благоразумный едва тихо улыбнется». Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. «И так, как Христос пострадал за нас плотью, То и вы вооружитесь той же мыслью, Ибо страдающий плотью перестает грешить».